Итак, к предыдущим темам, в частности, о народах, о кастах, о династиях. Это весьма связанные, весьма иногда взаимоперетекающие, иногда взаимозависимые понятия и социокультурные, социоэтнокультурные формирования и сейчас у людей часто есть непонимание. Например, если говорится о каком-то князе, который вот был в древности и он почитается как прародитель народа, то иногда нынешние люди буквально могут считать, что вообще на земле никого-никого-никогошеньки не было. Вот земля вся такая пустая. Ну ладно, на ней зверюхи бегают, на ней деревья растут и всё. Людей типа или нету, или тоже какие-то самые зверюшачие такие. И вот тут, кстати, откуда-то появляется предок народа. И вот предок народа так активно предокствует. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и пошло-поехало. Ну и вот, так сказать, из ничего возник целый народ. Звучит, звучит внушительно, но это нереально. Ещё сейчас приведу такой пример, от которого у россиян, наверное, польётся кровь с ушей. А, в принципе, нормальные патриотические мыслящие граждане Украины будут нормально это воспринимать. Пример Степана Андреевича Бандеры как идеологического отца в некотором смысле даже всей украинской нации в нынешнее время. Степан Андреевич не был отцом многодетным, не был столь древним каким-то предком. Степан Андреевич Бандера не изобрёл ничего, в принципе. Он не изобрёл ни название Украины, он не изобрёл ни язык, он не изобрёл ни культуру, ни письменность, не привёл народ Украины, соответственно, на земли нынешней Украины. Не был даже полноценным правителем всей территории Украины. Тем не менее, он почитается как фактически отец прогрессивной, евроатлантически устремлённой, мыслящей, такой вот украинской интеллигенции, которая впоследствии, в общем-то, так или иначе, и достигла независимости для всей страны, и, соответственно, дальше также старается вести, старается направлять остальной народ на независимость, на борьбу за эту независимость. И вот, в общем-то, в борьбе за независимость и был тот вклад Степана Андреевича Бандеры, за который его почитают отцом нации. Степан Андреевич фактически с детства готовил себя для своей миссии. Ну, с детства ладно уж, но с юности уж точно он готовил себя для своей миссии. Пока сейчас существуют уродцы, которые даже в 30 лет или в 40 лет и дальше играют в компьютерные игры, которые сидят у мамочки под юбочкой. Вообще там чуть ли не до гроба. Степан Андреевич реально с ранней юности готовил себя и к пыткам, готовил себя и к разным тяжелым испытаниям. И, происходя из достаточно образованного рода, из семьи фактически, которая хорошо знала основы христианской религии, и не только, он, в общем-то, готовился к роли фактически националистического мессии. Того, кто должен указать народу Украины и путь, и пример, и того, кто в случае чего должен погибнуть за независимость Украины. вместе с тем, став символом несламности, незламности, непоколебимости, неуничтожимости, стремления к независимости, к, в общем-то, какому-то развитию, в отличие от застоя, в отличие от загнивания Эрефии. У Эрефии, кстати, на 20-е столетие есть другой отец нации. Даже там, там их несколько. Там это и Ленин, отец нации РФ, который уничтожал и так называемый великорусский народ, и который уничтожал и другие коренные народы Российской Федерации, но вместе с тем сейчас считается тоже одним из почитаемых вождей. Мощи Ленина до сих пор хранятся на самом почетном месте Российской Федерации. Дальше, соответственно, конечно же, Сталин, которому хотел бы подражать и Путин, и многие другие российские деятели. И если эти все деятели, они устремили народ Российской Федерации как раз по пути деградации, то Степан Андреевич Бандера устремил, в общем-то, народ Украины по пути развития. Поэтому есть в действительности песни, которые провозглашают Степана Андреевича отцом, не в прямом физиологическом смысле, а в иносказательно идеологическом смысле. И так же само, как в РФ так сказать, сталинисты, в Украине бандеровцы, но не в том смысле, который в это слово вкладывают российские пропагандисты, в российской пропаганде бандеровец это нечто очень ужасное, человек, который прямо всех хочет убивать, насиловать и мучить. Вот если такое как бы значение предавать слову бандеровец, во-первых, оно неоправданное, а во-вторых, то в таком значении в Украине можно сказать, что вообще бандеровцев нету. Соответственно, если вкладывать в слово бандеровец правильное значение, то есть человек, который придерживается тем же идеям, что и Степан Андреевич Бандера, то практически все разумные украинцы это бандеровцы в таком смысле слова. Поэтому тоже как бы Бандера как важный деятель, как предок, как идеолог, как небесный отец в некотором смысле для народа Украины он есть, и вот определение бандеровец оно есть, и с другой стороны это вообще ни разу не генетическое определение, и это не религиозное определение, а вот это именно определение, которое характеризует тех, кто придерживаются идеям Степана Андреевича Бандеры. А эти идеи они связаны именно с стремлением, чтобы Украина была территориально целостной, независимой и развивающейся. То есть в принципе если бы не знаю какой-нибудь представим давайте эту ситуацию с скажем так бандеровцами и сталинистами если бы ее опустить на 2000 или там даже 3000 лет назад. Не было бы интернета, не было бы множества книг, не было бы всей той развитой системы обмена и анализа информации, которая есть у человечества сейчас. А было бы вот все как допустим 2500 лет назад. Соответственно какой-нибудь историк мог бы побывать в Украине записать здесь существуют существуют бандеровцы А если бы он поехал на территорию РФ он бы записал что там существуют сталинисты. При этом если бы вообще сам данный товарищ не вдавался в какие-то подробности и не пытался бы как-то определить а что же стоит в основании данного понятия не факт что он даже смог бы понять по какому как бы признаку люди причисляются соответственно к тем или другим. Может быть он бы посчитал что условно говоря все украинцы это бандеровцы все россияне это сталинисты и если бы он так посчитал в общем-то он был бы к сожалению не прав. Ну в одном случае к сожалению что касается украинцев что касается россиян к счастью не прав. Потому что все-таки бывают россияне которые понимают что и Сталин много гадостей наделал в первую очередь для самой страны которой он руководил. Ну и конечно к счастью есть те россияне которые понимают что путинская фашистская политика она в первую очередь загоняет в каменный век саму эрефию. Ну это так сказать уже частности. Так вот если бы соответственно ситуация с какими-то названиями которые возникают по лидеру была зафиксирована например там две тысячи две с половиной тысячи лет назад по обыкновению посчитали бы что данный лидер является предком вообще прародителем всего этого народа. Сказали бы а вот был такой Бандера он стал отцом всех бандеровцев вот поэтому они поют батьку наш Бандера Украина Маты. И еще бы наверное какой-нибудь Геродот мог бы придумать что Украина это тоже имя какой-нибудь там древней богини которая вот была женой царя Бандеры и вот соответственно так возникли бандеровцы в скобках украинцы. Если бы читать соответственно то что реально написал Геродот когда он описывает про соответственно дочь реки Днепр когда он описывает про Таргитая про Колаксая Липаксая и Арпаксая которые были первыми скифскими царями когда он Геракла каким-то путем пытается всунуть в качестве одного из предков скифских династий в общем-то это чисто такой же метод он услышал что были некие важные деятели прошлого он знает что некоторые княжеские роды некоторые общности культурно-идеологические политические в общем-то придерживаются взглядов которые происходят от какого-то древнего деятеля и соответственно он это все вот так вот смешал и у него получилась каша почему каша потому что Рюрик Рюрик допустим был и идеологом Руси и предком княжеской династии дальше когда в династии Рюриковичей случились некоторые нюансы Гедемин Гедемин опять же стал предком следующего витка династии и идеологом великого княжества литовского то есть тут получается данные отцы нации и в прямом смысле являлись отцами правящей династии и в переносном идеологическом смысле были теми кто определял путь теми кто вдохновлял народ теми кто соответственно показывали народу куда двигаться как развиваться теми кто отвечал на наболевшие вопросы народа и так далее и вот в древности иногда бывало что идеологический отец нации и князь это один и тот же так максимально естественно так максимально правильно потому что князья должны были быть и философами и если в общем-то княжеская каста это отдельная каста которая занималась вопросами управления теми или иными территориями или процессами в стране то верховный правитель государства одновременно был и верховным жрецом и верховным правителем поэтому в принципе он должен был быть философом и идеологом духовным отцом нации но соответственно в некоторых случаях это получалось не совсем или не совсем получалось и например если взять историю с Киром Виштаспом и Заратуштрой то соответственно там Кир и Виштасп два брата которые в общем-то правили государством деля власть и согласовавшись что Виштасп будет как бы вспомогательным деятелем Кир будет основным деятелем но Заратуштра стал идеологом который определил вообще философию развития Ахименидской империи на последующее столетие фактически до принятия ислама а отчасти после принятия ислама персы шли точнее пытались идти по тому пути который им завещал Заратуштра при том что у них менялись цари у них менялись даже витки династии у них потом уже другие династии правили персидской державой но базово как бы Заратуштра как идеологию зероастризма создал как дал персидским царям вот то мощное идеологическое оружие которым они побеждали лжецов как лжецов которые поклонялись богам как всевозможных ведьм колдунов разных злокозненных волхвов разных буддистов вот все вот это что отвлекает народ они все это побеждали и или определяли для этого условно говоря какой-нибудь зоопарк чтобы оно там существовало никому не мешая или соответственно в общем иссякали под корень это нужно было чтобы народы не теряли свое внимание не теряли свою силу отвлекаясь на разные как бы религиозные штуки а чтобы народы понимали истина высшее благо должны быть праведные мысли праведные слова праведные дела истина высшее благо и проводя над людьми эксперимент сообщаем вот эту философскую концепцию я часто замечаю что для современных людей когда они слышат истина высшее благо праведные мысли праведные слова праведные дела праведные дела праведные слова праведные мысли истина высшее благо у большинства людей на это ничего не откликается если людям сказать землю крестьянам заводы рабочим они сразу такие о ну как бы ну да если в зависимости от времени или местности провозгласить то, к чему стремится большинство, в общем-то они скажут, ну да, да, вот то, что надо. Если им сказать, Бог вас любит, или какую-нибудь такую банальщину, люди тоже это с большей легкостью воспримут. А если им, соответственно, такую возвышенную философскую концепцию, как правило, люди, как правило, слыша праведные дела, праведные слова, праведные мысли, люди такие, ну типа да, ну как бы это неинтересно. Потому что людям, во-первых, в большинстве своем, им не хочется заниматься ничем праведным, правильным. Плюс, как бы им не хочется даже разбираться. В том, что такое праведное. И они считают, что это что-то далекое и неинтересное. И люди, в принципе, сейчас ненамного деградировали от того, как они были в древности в этом плане. Ну, если сравнивать с глубокой древностью, то они основательно деградировали. Если взять какие-то там времена уже Ахименицкой империи, то, в общем-то, люди, какие были, такие и остались. И, соответственно, последователям зороастрийской веры очень тяжело было объяснять закостенелым простолюдинам, для которых жрачка, семья, вот это ценности. Вот семья – это вот те зверюхи, которые эту зверюху породили. Это сам зверюх и зверюхи, которых сам зверюх хочет порождать. Это ценно, это вот телесно, это вот понятно. Там жрачка, безопасность, отдых, что-то приятное – это тоже то, что понятно. А вот мысли там какие-то праведные, слова какие-то праведные, дела надо делать, делать надо. Просто людины, и чем более человек деградировавший, тем меньше он хочет что-то праведное делать. Тем более праведное люди не хотят делать. Даже те, кто типа ко мне приблуждаются, чтобы типа становиться последователем рахманской традиции, даже такие, если им предложить, допустим, «Нати вам четкий и до упада повторяйте мантру», или, соответственно, «Нати вам, не знаю, какое-нибудь устройство и лезьте в интернет, ведите там группу, проповедуйте и так далее». Люди такие, да лучше уж мантру целый день повторять. «Тумба-юмба, тумба-юмба, юмба, тумба, тумба-юмба». И на самом деле неважно, какую они мантру повторяют, все равно это будет тумба-юмба, поскольку ими никакой более высший смысл не понят и не принят. А, соответственно, в Ахименицкой империи пытались объяснить даже простолюдинам, что нужно мысли сделать праведными, нужно слова говорить праведные и дела творить праведные. То есть дела важны. Если там без проповеднических каких-то успехов, то это не последователь духовного учения, это фигня какая-то. Странная, бессмысленная. Поэтому все в этом плане тяжело. И сейчас я чуть-чуть сделал отступление, но это важно для тех, кто пытается что-то осознать, чтобы они по-настоящему осознавали, а не всего лишь заблуждались в своих каких-то умозрительных штуках. И вот в Ахименицкой империи отцом, так сказать, империи, был Ахимен. Ахимен, который был генетическим именно отцом Теуспая, который породил уже, соответственно, трех князей, которые стали предками Медийской, Парсавской и Аншанской ветви Ахименидов. Ахимен важен тем, что это первый из кемерийских царей, который уже конкретно вступил на территорию Урарту, который уже конкретно воевал с ассирийцами. Перс в основном как раз еще координировал исход по территории Кубани и Кавказа. При Персе случился раскол на Персовичей и Айтаевичей. И Айтаевичи, в принципе, так и остались в Боспоро-Колхидском регионе, в общем-то, до прихода Археонакта. Разные осколки Айтаевичей существовали, и более поздний, даже синский царь Гикатей, о котором я говорил, еще буду говорить, тоже, в общем-то, один из поздних Айтаевичей. Также династия Агатырсов, которая возникла в северном Приазовье, также происходила от смеси Айтаевичей и скифов. То есть Айитай пытался найти какой-то более длительный компромисс со скифами, как-то с ними совместиться и остаться все равно в Причерноморье. А Перс как раз возглавлял основные кемерийские силы, которые уходили с Причерноморья в юго-восточном направлении. Но по-настоящему уже с тем, как его потомки будут жить, столкнулся именно Ахимен, потому что до Ахимена Перс и более ранее цари, они так или иначе все равно еще были на своих владениях. Будь то северное Причерноморье, будь то северо-восточное или восточное Причерноморье, все равно то были исконные кемерийские территории. А вот Ахимен уже вступил в Урарту, выгнал. Ну, поначалу выгнал, потом снова выгонял. Там долгая история была с ассирийскими ставленниками. И поэтому в плане того, что он указал народу путь, он в некотором смысле почитался и как идеолог, путеуказатель, и, в общем-то, в физическом плане тоже был предком династии последующих царей. Что касается вообще персов, под словом персы тогда понимались не какие-то несметные тысячи или тем более не миллионы людей. Под словом персы тогда понимались, ну, смотря тоже когда. Если берем как раз времена правления царя Перса, которого так и звали, изначально его имя вообще было Барс, но позднее оно изменялось до Перс и даже Просад в некоторых местах оно так обозначено. Не путать с названием пищи, соотносить с понятием, как бы наделенной божественной святостью, божественным сиянием. И вот поначалу персами назывались его прямые сыновья, его ближайшие родственники потом, как бы так же в иносказательном смысле получили такое название. Уже во времена Химена персами назывались все старые политики, которые начинали свою карьеру еще при Персе и которые, в общем, дальше остались при Ахимене. И на тот момент персы – это было более широкое понятие, которым обозначались практически все кемерийские элиты, все кемерийские лидеры, которые служили еще при Персе. Уже в некоторых случаях даже их отцы еще там были, они, соответственно, уже потомки тех, кто были при Персе. Но все равно в широком смысле вот они все персовичи. И дальше, соответственно, возникло уже слово «Ахимениды», которым назывались непосредственные сыновья Ахимена. И основным Ахименовичем был Теуспай. У Ахимена было еще по разным источникам несколько сыновей. и, соответственно, большая из них часть погибла, а и только Теуспай дал потомство и, в общем-то, стал предком дальнейших витков династии. По другим версиям, возможно, те, так сказать, темные сыновья Ахимена, то даже были не сыновья Ахимена в физиологическом смысле слова, а племянники, то есть сыновья его братьев и разных там родичей, которых Ахимен просто в свое время как бы усыновил и назначал на должности принцев в своей державе. В своей на тот момент еще державе, которая как бы уже не имела прошлой столицы и еще нигде не освоила себе территорию с новыми столицами. Временно как бы они расположились на территории Урарту, но хоть они имели несколько кочевых столиц, но как таковой столицы они даже столицу Урарту не могли сделать своей столицей. Ну, во-первых, потому что там урардские всевозможные элиты и не повыгоняют же они их из дому. Не повыгоняют. Они же как друзья пришли, как помощники. Так как бы занимать чужое они, ну, и не хотят, и не могут. Соответственно, а где? Ну, вот, как такая крупная столица ее не было, а, собственно, ставка там самого Ахимена и его каких-то ближайших военачальников, они в разных местах Урарту существовали. И только потом уже Ариарамна и Дагдамай построили Экбатаны, новый город в лучших кемерийских идеях, по лучшим кемерийским каким-то предпосылкам и планам. И он дальше стал столицей первого витка Ахименицкой империи, Мидийской империи. Тут интересный нюанс. Поначалу персы – это всего лишь название, соответственно, былых при Персе и Ахимене элит. И только позднее там еще случилось, что вокруг князя Дагдамая в свое время собралась часть этих элит, которая несколько выделилась из остальных и несколько уже была верна, можно сказать, ему. В отличие от преимущественных походов на юго-восток его братьев он ходил часто на запад, то есть против осколков Ригии и Лидии. Это царство на территории Анатолийского полуострова, Малая Азия, нынешняя Турция. И так получилось, что позднее название Персы закрепилось именно за потомками вот тех элит, которые были вокруг Кировичей и Ариорамновичей. А соответственно вокруг Дагдамая эта часть тоже персидской, такой же кемерийской как бы элиты в основном уже называлась медийцы, потому что они смешались с местным народом медийцев и также потому что там были другие нюансы. То есть тут название возникло даже не по имени предка или идеолога или основателя, а оно возникло фактически по месту и по принципу того, с кем они больше всего взаимодействовали. они осели на территории, где ранее жили медийцы, многие из них побрали себе медийских каких-то местных знатных женщин себе в жены и дальше они с местной медийской элитой взаимосклеились и в общем-то ну все это из всех кемерийцев эти кемерийцы медийцы, поэтому позднее за ними вот закрепляется название медийцы. За территорией, где правил Кир первый, потом и второй закрепилось название Аншан, хотя отчасти понятие персы за ними также значится, но сильнее всего вот это понятие персы закрепилось там, где была линия Ариарамновичей и причем Ариарамновичи они в своих походах ходили и до территорий Индии, до Средней Азии и вообще очень обширно но вот персы так сказать особо за ними не переселялись персами стала называться та часть кемерийской элиты которая именно осела на соответствующей территории которая стала называться Парсава дальше уже когда уже Кир передал правление своему сыну когда там или второй сын мозгами двинулся или вообще помер и власть захватил Гаумата когда уже Дарий сверх Гаумату стал править былой империей заново во многих частях этой империи навел порядок фактически заново покорил всю эту империю и правил там естественно его ближайшие приближенные поскольку он потомок Ариарамновичей его ближайшие приближенные это персы и они начали ему хотелось везде естественно поставить верных себе людей то есть он везде распространял своих каких-то там приближенных потом уже когда не стало хватать своих приближенных то приближенных своих приближенных потом приближенных приближенных своих приближенных так получилось что понятие перс начало распространяться по всей Ахименидской империи и дальше Александр Македонский и уничтожил высшую часть элиты. Дальше там еще много всяких нюансов было. И вот под конец всего этого дошло до того, что если берем всякие средневековые и другие карты, то персами и персией называются иранцы и, в общем-то, весь Иран. То есть слово перс уже от просто имени одного из древних царей, от расширительного понятия тех, кто вокруг этого царя, от еще более расширительного понятия парсавской элиты или даже жителей Парсавы, транслировалась на всю фактически Ахименицкую империю. Ну да, многие куски этой империи потом от нее поотваливались, но вот те территории, которые, в общем-то, были ядром и которые остались, так за собой и сохранили на долгое время это самое название персы. При том, что генетически, естественно, далеко не все они имеют какое-либо отношение к тому самому кемерийскому персу, который еще в Северном Причерноморье жил, который в как таковой персии, скорее всего, что ни разу и не был. Ни на территории Парсавы будущей, ни на территории Аншана, ни на территории, естественно, каких-либо северо-восточных частей нынешнего Ирана. Где он мог бывать, так это на территории Урарту, и то северного Урарту, граничащего с Колхидой. Вот там, вероятнее всего, он бывал в разные временные отрезки. Может быть, на территорию Хальдоранга или Мазандорана он также путешествовал. Это побережье Каспийского моря, считайте. Кстати, сейчас в интернете начала подниматься тема, что вот, Каспийское море обмелело, смотрите, там какие-то стены, там какие-то фортификации, там какое-то что-то. В общем-то, это, снова же тоже надо, если уж хотеть правильно это как-то оценивать, то нужно поднимать карты и конкретно смотреть. Но, если снова же доверять истории, то ближайшие какие-то скифские силы, они были кочевые. Скифы в Прикаспии не имели постоянных поселений. Постоянными в Прикаспии были как раз кемерийские древние форпосты, такие как Хальдоранг и Мазандоран. Ну, также Доранга и другие, ну, тоже смешанные кемерийско-сагаратиано-дравицкие нюансы. А вот Хальдоранг и Мазандоран – это именно кемерийские и кемеродиевические страны вокруг Каспийского моря. Если брать современную физическую карту Каспийского моря, то можно посмотреть, что с юга Каспийское море окружено горами, иранским Нагорьем. А вот между горами и самим морем есть короткая прослойка побережья. Это побережье – это именно тот самый Мазандоран, в который пошел войной Кей-Кавуз из соответствующей экранизации Шахнаме, которая есть у меня на канале. Что касается северо-восточной части Каспийского моря, то территории, в которые царь Дарий ходил войной. И хоть в народных преданиях Ирана, которые позднее трансформировались в Шахнаме, это все перемешалось и многократно перепуталось, но, в общем-то, те территории называются, северо-восточной называются Хальдоранг, в отличие от южного Мазандорана. И, конечно же, там было множество городов, у них были порты, у них были намывные острова в самом море. У них было очень много чего и всего, и если на времена Сагара Каспийское море вообще было огромное, оно было слито с Аральским морем и представляло достаточно такую большую сложность для всей Центральной Азии, это, по сути, большое внутриазиатское море такое, которое с серией каналов было соединено с Чёрным морем, ну, точнее, с дельтой реки Дон, вместо которой сейчас Азовское море, ну, а дальше, естественно, были соединены через эту дельту с Чёрным морем. Ну, вот, при уже потомках Сагара и при Сагаратянах, которые поселились в Центральной Азии, Сагаратяне и Кемерийцы, так развивали ирригационные всевозможные сооружения на территории Центральной Азии, что они разбили огромное внутриазиатское море. Во-первых, на серию отдельных таких, как бы, каналов и мелких морей, потом они даже внутри там намывали специально острова, потому что проблемой Азии было то, что там есть пустыни и есть большое море. Сагаратианам это было не нужно. Сагаратианам было более желанным, чтобы там было побольше рек, чтобы, соответственно, русла этих рек имели между собой соединение, то есть нужны каналы, ну и, соответственно, чтобы само море было с более таким, с более таким рифленым, с более таким узорчастым берегом, и чтобы оно было поменьше. Но при Сагаратианах, естественно, были и каналы между Каспийским и Аральским морем, и много чего другого. Если даже читать Геродота, то когда персы шли воевать со скифами, когда вот уже понятие перс настолько, как бы, расширилось, что в понятие персы записывали буквально всех граждан Ахименицкой империи. И вот эти персы, то есть потомки кемерийцев, плюс разные азиатские народы, пошли войной на скифов. И для них не было трудностью, допустим, строить огромные мосты через, соответственно, Мраморное море, Боспор Фракийский. Для них не было сложности строить огромные мосты через Дунай, потому что они с этим делом были хорошо знакомы, потому что Сагаратиане все это хорошо знали, и знали мореплавание, Сагаратиане и разные тоннели, и все, что хочешь, умели делать. Поэтому, в общем-то, их наследие можно видеть и на территории Южной Америки, Пумапунку, соответственно, Мачу-Пикчу, вот эти все, то, что там врата солнца, и так далее. Что-то там, конечно же, является еще наследием более ранних коситских времен, но позднее, поскольку во времена Дария повторно те территории были освоены индоевропейцами и включены в провинцию Макамака в составе Ахименицкой империи, и то там снова наводили свой порядок. Но это тоже отдельные темы, которые не связаны с династиями. Так вот, в прошлых разных размышлениях я размышлял, ну, точнее, сказывал о том, как народы могут соединяться в виде каст. Когда изначально есть разные народы, потом их спрессовывают в единое общество, и они просто становятся разными кастами ввиду своих более воинственных, более миролюбивых, более жреческих или других исконных склонностей. Также, естественно, касты могут становиться отдельными народами. Если, соответственно, воины того или иного народа, или жрецы того или иного народа, вынуждены массово покинуть территорию. Например, персы, которые переселились в Индию, когда уже в сам Иран пришел ислам, это, в общем-то, потомки родов, связанных с иранской жреческой кастой. И они до сих пор верны зороастризму, они до сих пор сохраняют это знание. А сами кемерийцы, которые стали основой для всего этого, для персов, для будущего возникновения зороастризма, сами кемерийцы на значительный процент это были именно воины всей былой кемерийской империи. Конечно же, элиты, ну, элиты взяли с собой свои рода, своих детей, своих стариков, всех своих. Простолюдинов они, естественно, взяли по минимуму, просто чтобы было кому там какие-то базовые бытовые нужды обеспечить. И они взяли с собой большую часть воинов. Но, за исключением элитных воинов, и за исключением каких-то родов, которые также были генетически связаны с кемерийцами, большая часть воинов в южные походы отправлялись без каких-либо родственников. То есть, жен и детей они уже находили и делали, соответственно, в новых территориях, которые они завоевывали. тоже такой интересный нюанс. Поэтому часть греческих авторов еще раз потом поднимала тему относительно амазонок, которые остались в былой стране кемерийцев после того, как все мужчины типа ушли в южный поход. Но на самом деле, конечно же, далеко не все, но все равно многие. Все равно, если греки аж потом все это мифологизировали, то понятно, что соответственно, причины для этого были. Тоже важный нюанс, что часто при простой передаче информация может искажаться. Например, какой-нибудь кемерийц мог грекам даже правду сказать, что допустим в его селении вот реально все так сказать воины ушли, а может вообще даже все мужчины ушли, а остались допустим одни женщины, к которым уже дальше приходили соответственно мужчины из других селений, ну или которые уже в общем-то в некоторых случаях даже и не размножались, а всего лишь растили детей и уже дальше следующее поколение как-то размножалось. Бывали и такие варианты. Бывали другие варианты, когда между народами существовала ограниченность контактов, а поначалу между кемерийцами и заменившими их скифами и греками с другой стороны контактов было немного, много, то естественно греки в основном пользовались фактически такими сплетнями и причем если допустим иметь доступ к многим сплетням, то даже из сплетен можно вывести какой-нибудь среднестатистический знаменатель и приблизительно самому уже представить как оно было на самом деле. когда же у греков источников было ограниченное количество и им нужно было как-то из этих ограниченных источников выводить какие-то представления о том как это все связано конечно же они потом в своих текстах писали про перья которые сыпятся с неба и там у них народ одноглазых и вообще очень много разных странных штук можно в греческих текстах начитать брат перса аэтай это тот кто в греческую мифологию вошел как бог аид бог царства мертвых а соответственно также в греческую мифологизированную историю он вошел как в общем-то царь аэт к которому органавты ходили золотое руно воровать таким путем в греческой в греческой так сказать в общем информационной вот этой системе где с одной стороны древние все сказания были настолько мифологизированы что всех их участников приравняли к богам а с другой стороны все-таки видимо какие-то или отдельные полисы или отдельные какие-то философские школы внутри протогреческого общества они сохраняли все те же данные только в более таком историческом ключе но тоже они их искажали тоже естественно они все воспринимали со своей стороны и если читать что греки у себя в Илиаде Одиссеи и других этих штуках описывали то ну пошли они допустим в воровской по сути дела пиратский поход воровали и убивали по территории всего Северного Причерноморья украли у колхидских царей золотое руно и что в этом какого-то доблестного что в этом достойного по нынешним представлениям это даже даже преступно это военные преступления это соответственно низость это подлость это вообще терроризм и вообще так делать не стоит но греки свой поход все равно почитали и обожествляли потому что это поход их предков а соответственно те местные народы которые защищались для греков тогда становятся или дикарями какими-то или становятся древними могучими какими-то полубожественными или даже околобожественными магами у которых там какие-то странные мифологические существа которые вот прямо так и колдуют и то и сё но греки все равно умудряются у них воровать и попериодически кого-то из них подрезать в этом тоже видится именно мифологическое воззрение на историю когда греки не могли ну точнее не хотели точнее для греков это было неинтересно писать что типа ну вот мы греки ну в принципе люди как люди вот там живут тоже в принципе люди как люди и мы просто пошли их ограбили для греков такое написать было бы неинтересно а вот соответственно написать что там Ясон а поначалу Геракл и другие Одиссей и другие все эти деятели вот они плывут и соответственно там дикари какие-то вообще злобные такие грязные страшные дальше плывут там гарпии какие-то дальше там нимфы дальше там кентавры дальше там какие-то колдуны могучие дальше великаны дальше циклопы вот так это все как бы для греков казалось более интересным то есть если бы подобную историю писал какой-нибудь современный эзотерик то он бы написал и про НЛО и про Лохнесское чудовище и про мировой заговор и вот все в таком духе если бы подобные тексты писали бы российские пропагандисты они бы написали про англосаксов про злобную Америку и про укрофашистов которые им всю дорогу мешают кстати российская пропаганда она во многом ведет себя как еще самая примитивная из греческой то есть самая ранняя такая вот тоже пропаганда где нужно своих противников или обгаживать максимально унижая говоря что это дикари это вообще соответственно примитивнейшие из примитивных или нужно пытаться своего противника вообще представить в виде некого хтонического зла которое вообще ужасно и страшно и вообще кошмарно напоминаю что для ранних греков Черное море было очень негостеприимным потому что во первых там еще правили кемерийцы которые греков и других южных всяких не терпели когда те лезли в кемерийские владения ну и плюс греки в те времена были пиратами на службе ассирийской империи и они естественно всегда лезли в северное причерноморье с такими нехорошими целями поэтому оно было для них негостеприимным поэтому они считали что где-то на Кубани находится вообще чуть ли не ад там находится царство царя Аида который вообще загробный мир у которого и трехглавый пес и механические какие-то там быки которые огнедышащие которые если почитать то выглядят страшнее чем змей Горыныч из сказаний ну соответственно про змей Горыныча позднее соответственно греки уже это переосмыслят позднее греки сами уже будут плавать торговать по черному морю черное море из понта Эвксинского переименуют в понтоксинский то есть точнее наоборот переименуют короче в гостеприимное море из негостеприимного если на нашем языке это говорить даже не совсем на нашем на российском но так или иначе на славянском по крайней мере а по-гречески как это звучит можно в википедии найти чтобы чтобы не нахвататься каких-то искажений пока я еще не так произнесу пока вы еще не так услышите и так далее и вот дальше уже греки соответственно жили иногда даже на тех территориях и торговали активно с этими территориями с Боспором с Синдикой с другими странами торговали с территориями которые по своей ранней мифологии они буквально в ад какой-то записывали ну вот что ж россияне сейчас часто в своей пропаганде идут по такому же методу им нужно допустим нас выставлять или в виде дикарей или соответственно они говорят что тут чуть ли не у каждого по биолаборатории где вообще и мутанты и люди икс и и американцы и натовцы и мировое зло и так далее но это что это характеризует российскую пропаганду как весьма пещерную пропаганду которая даже удивительно что такое может иметь место в 21 столетии потому что даже Адольф Алоизыч когда он формировал свою пропаганду и против Советского Союза и соответственно против западных стран он каких-то таких пещерных приемов не применял он соответственно свою пропаганду делал более цивилизованной даже он с другой же стороны возможно российские КГБшники за время существования Советского Союза позднее Российской Федерации и с греческими мифами познакомились и с всякими другими и решили уже в своей пропаганде совместить и греческо-мифологические нюансы когда допустим народы нужно или называть варварскими или демонизировать их ну и соответственно россияне с таким вот древним греческим подходом еще совместили геббельсовские совместили советские пропагандистские методы формируя уже пропаганду которая конечно же мало что имеет общее с реальной действительностью но зато достаточно громко звучит и достаточно хорошо входит в уши и мозги для их аудитории к сожалению нею